Друзья, рубрика про витамины и сегодня наш герой витамин Е. Что он делает? Да, это опять антиоксидант, ловец свободных радикалов. Знаете, как он работает? Он сидит в биологической мембране, а мы состоим с вами из сплошных биологических мембран и выжидает, когда же туда провалится свободный радикал, чтобы его сцапать. А когда он сцапал свободный радикал, сам стал свободным радикалом. И тогда, я уже вам говорила про витамин С, он должен быть в среде, чтобы восстановить витамин Е, иначе будет очень плохо. Второе, это репродукция. Так и считался изначально, витамин Е это витамин репродукции. При дефиците витамина Е никакой беременности не будет. И, конечно же, это стиральный порошок до кровеносных сосудов. На вас третье ушки все люди, у которых высокое артериальное давление, у которых найдены атеросклеротические бляшки в сонных артериях, брюшной аорте и так далее. Вот, стиральный порошок до кровеносных сосудов. Ну, я преувеличиваю, но все-таки есть такое название. Сколько надо? Минздрав говорит, 30 международных единиц и до свидания. И мы продолжаем умирать от опухоли, продолжаем умирать от инсультов, инфарктов. Ну, в общем, все как положено. Поэтому мы с вами принимаем 200 международных единиц. А если вы хотите стиральный порошок для кровеносных сосудов, то даже 400 международных единиц. Где содержится? Ну, из того, что мы с вами едим. Соевое масло придется выпить 170 мл. Ах, нет у вас соевого масла. Значит, подсолнечного 340 мл. Ежедневно, ясное дело. А, вы слышали, что большое количество витамина Е в пророщенных зернах пшеницы. Согласна. Нужно съесть 800 грамм. Ну, то есть почти килограмм, что тоже маловероятно. Так, может быть, у меня дефицит. Ну, если бесплодие, если атеросклероз, если опухоли, то, конечно, это дефицит. Ну, я так скажу, ну, очень сложно его взять. И еще сложнее его, честно говоря, усвоить. Какую выбрать? Вот здесь вот внимание. Точно так же, как по жирорастворимому витамину А нужно выбирать только настоящий, только натуральный. И ни в коем случае не синтетическое использование синтетических жирорастворимых витаминов в большей степени вредит, чем помогает. Поэтому мы никогда, мы всегда точнее используем D-альфа-токоферол. Это написано на этикетке. И никогда О-альфа-токоферол или просто альфа-токоферол лучше вообще не использовать в синтетику аптечную, чем использовать. Только натуральные. И опять-таки, в небольшом количестве программ я советую монопродукт под названием витамин Е. В основном мы используем поливитаминные продукты. В каких программах лично я использую витамин Е? Я использую витамин Е в конспекте номер один. Это как бороться с высоким уровнем холестерина. А также советую витамин А, Е, Д, К всем людям с подсоцией.